Только собрался вздремнуть, а тишину взрывает мощный звук перфоратора. Ситуация знакомая каждому. Но какое бы непреодолимое желание сделать ремонт ночью или рано утром не испытывали соседи, правила пользования жилыми помещениями одни для всех, и они обязательны для соблюдения. Ремонтные виды работ можно разделить на две категории. Это текущий ремонт, обычный бытовой ремонт. И к таким видам работ относятся, можно отнести такие виды работ, как побелка или ремонт потолка, снятие старых обоев, наклейка новых обоев, покраска стен либо окон, замена оконных проемов и дверных проемов, окрытие новых полов. Эти виды работ, надо отметить, что можно проводить как в будние, так и в выходные дни. И работы временные рамки с 7 утра до 23 часов вечера. Чтобы остаться с соседями в хороших отношениях, можно договориться и шумные виды работ проводить днем, а тихие – в утреннее или вечернее время. Другие виды работ, такие как перепланировка. Это такие виды работ, которые требуют приглашения, наверное, строителей, изменения несущих способностей стен, увеличения дверных проемов, увеличения комнат за счет перегородок, сноса перегородок, перегородок либо установки новых перегородок. Эти работы можно проводить только в рабочие дни и время с 9 утра до 19 вечера. В соседних квартирах проживают люди совершенно разных возрастов, поэтому хочется, чтобы соблюдался определенный порядок. И здесь тоже можно договориться. Если есть маленькие дети, можно просто предупредить, и такие шумные работы не проводить дневные. В дневное время такое, когда спят маленькие дети. Это как правило. Ну и коль есть правило, то существует и ответственность. Административная ответственность за нарушение правил пользования жилыми помещениями определена статьей 22.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. И нарушителя ожидает штраф до 30 базовых величин. Также все мы любим праздновать праздники, приглашать гостей. Но совсем другое дело, если ваш праздник превращается в страшный сон для соседей. Часто жильцы жалуются, что играет громко музыка. Соседи ругаются между собой. Собираются шумные компании. Бесконечные отмечания дней рождения и праздников. И все остальные, всевозможные другие шумы. Разгрузка мебели, игра на музыкальных инструментах, лай животных, бегающие дети. И такое тоже имеется быть. Но в любом случае должна соблюдаться тишина с 23 часов вечера до 7 утра. И вот если такие жалобы такого характера, нужно обращаться в милицию по телефону 102. Это в их компетенции составлять административные протоколы. Если же именно ремонтные работы, обращаться в жилищно-эксплуатационные службы по месту жительства. Так что, дорогие брещане, будем уважать себя и соседей и соблюдать правила пользования жилыми помещениями. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания Буктова.